Иванова отвоевала Аллею Славы. Напомним, в апреле крупная компания объявила о старте всероссийской акции, посвященной Дню Победы. На сайте аллеиславы.рф миллионы человек голосовали за свои города. Иванова заняла первое место в своей группе, набрав более 100 тысяч голосов и готовится принять зеленый выигрыш. Будет 600 саженцев, туи, клены и можжевельники. Подведение итогов завершилось 30 апреля. Вот в ночь на первое все это посчитали. Теперь возник закономерный вопрос, где же посадить Аллею Славы ветеранов Великой Отечественной. Активисты предлагают создать сквер за мемориалом на Шереметьевском проспекте. Территория здесь за памятником обширная. Места хватит всем саженцам. А после этого площадку можно благоустроить. На сегодняшний день у памятника, к которому возложить цветы приходят ветераны, их семьи нет ни одной скамейки. Однако земля это в частной собственности. Над ней, по слухам, уже не первый год маячит призрак очередного торгово-развлекательного центра. А требования организаторов акции строгие. Аллея должна быть именно в центре города, в месте, посещаемом ивановцами. Такого места, скажем, где можно было бы разместить несколько сотен деревьев в центральной части города, такое место найти достаточно сложно, потому что это большой объем зеленых насаждений. А весь центр города, если посмотреть документацию, скажем, топографическую, то будет видно, что у нас весь город в центре испещерен коммуникациями. А посадка зеленых насаждений в охранной зоне коммуникаций, в общем-то, затруднительно и запрещена. Какие альтернативы мэрия может предложить, обсуждали во вторник с активистами эко-движений, агитировавшими за Иванова в конкурсе. На сегодняшний день инвентарь и воду, необходимые для посадки, найти не проблема. Помощники для создания аллеи тоже найдутся. Весь вопрос в территории. У нас были предложения, например, ну даже возьмем московский микрорайон, либо еще, скажем, ну это не совсем центральные части города, но которые тоже могли бы не быть обделены нашим вниманием, то есть как вариант. Мы сейчас будем все это как раз совместно решать. Времени у нас, к сожалению, очень и очень мало. Ну, будем работать над этим. Для поисков остается все меньше времени. Вероятнее всего, уже на этой неделе организаторы акции привезут в Иваново саженцы. С каждым днем все больше риск, что в городе невесты торговых центров просто не найдется места для аллеи славы ветеранов. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова